На территорию ледового корта на стадионе «Старт» посторонним вход строго запрещен. Стройка в самом разгаре. Первый слой внутреннего полотна уже полностью натянут, но нахождение под сводом купола пока небезопасно. Семь боковых и две торцевые полосы белого тента рабочие смонтировали, следуя графику, до конца сентября. Со стартом второго осеннего месяца подрядчики приступили к следующему важному этапу – сшиванию полотнич между собой. Ловко забираясь по аркам наверх, рабочие соединяют мембраны купола веревками. Далее начнется крепкая стяжка металлическими крепежами пространства между секторами. В скором времени к бригаде из Татарстана присоединятся рабочие из цеха номер 51 ВСМПО. Произвели натяжку последнего сегмента внутренней мембраны. На этой неделе силами цеха 51 будет произведена сборка бортов. По крайней мере, начата сборка бортов. Успеем или нет, посмотрим, как пойдет. Все это будет происходить уже под временным освещением, которое монтируется подрядной организацией из Тагила. И после сборки бортов приступим к заливке льда. Искусственный лед рабочие планируют заливать одновременно с установкой наружного тента. Кстати, вторая оболочка купола, которую рабочий Тент-Про проложат снаружи ледового корта, будет плотнее внутренней. А как только будет готов проект, который сейчас делают в цехе номер 65 ВСМПО, в куполе начнется монтаж капитальной системы освещения. Освещение вообще планируется быть, конечно же, постоянным. Есть уже хороший такой проект, который выполнен в 65-й цех. Будут применены светильники «Револайт», которые применяются сейчас в основном на заводе. Освещение будет горизонтально поверхности льда расположено, то есть не под углом, а горизонтально. И временное освещение планируется только для того, чтобы начать внутренние работы, а постепенно будет уже устанавливаться постоянное освещение и будут постоянные светильники. Невооруженным взглядом видно, что новый ледовый дом намного больше прежнего. Это подтверждает высота купола, 17 метров в коньке и особая геометрия спортивного объекта. Крыша нового сооружения более треугольная, а угол ската составляет 45 градусов. У старого воздухоопорного шара радиус был большим, а на поверхности крыши, словно на площадке, скапливался снег. По расчетам специалистов, конструкция нового двуслойного тента на металлическом каркасе позволит осадкам не задерживаться на его поверхности. Испытания зимой еще впереди, а о новых этапах строительства мы расскажем на следующей неделе.